Госпитализация необходима только тем, у кого есть симптомы гриппа и ОРВИ. Такие люди сдают анализы на коронавирус. На Южном Урале еще ни один случай заболевания не подтвердился. Среди тех, кто должен был отправиться на карантин, жительница МИАСа. Больше недели она скрывалась от врачей, но сегодня в Минздраве заявили – женщину нашли, анализы взяли. Результат отрицательный. Слава богу, да, женщина нашлась, слава богу, биологический материал был получен, и, слава богу, анализы отрицательные. В социальных сетях начали распространяться слухи о сыне женщины. Пользователи в городских группах писали, что он тоже может быть инфицирован и успел заразить своих одноклассников. Выяснилось, мальчик на занятия не ходил, а на дистанционное обучение отправили учеников сразу нескольких классов. Причина – карантин по ОРВИ. Ребенок в Италии не был. Ребенок у нас находится на очно-заочной форме обучения. На сегодняшний день он школу не посещает, потому что у него заочная форма обучения, а его класс действительно закрыт на карантин, и карантин объявлен по ОРВИ. Сейчас на Южном Урале на коронавирус обследуют всех, у кого обнаружили пневмонию. Это те, кого поместили в стационар, а также люди, которым диагноз поставили на дому. По приказу Роспотребнадзора у всех больных с пневмониями проводится исследование на коронавирус. На сегодняшний день из всех обследованных больных города МИАСа положительных результатов анализа на коронавирус выявлено не было. Среди прочих мер профилактики южноуральцам рекомендуют не посещать массовые мероприятия. Идти или нет на концерты и спектакли выбор остается за людьми. Хотя случаев заражения коронавирусом на территории региона нет, врачи рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, а также пользоваться антисептиками и избегать объятий и рукопожатий. Субтитры создавал DimaTorzok